Дизайнерские наркотики В своем недавнем выступлении сказал, что потребление наркотиков ведет к беспрецедентно высокой смертности у молодежи в возрастном сегменте от 15 до 34 лет. Умирает не менее 50 тысяч человек ежегодно. Это, наверное, все знают, поскольку статистика действительно ужасная, она обсуждалась очень широко. Но почему-то никто не обратил внимания на буквально следующую фразу Виктора Петровича, который сказал буквально следующее. В Японии, стране с примерно такой же численностью населения в этом возрастном сегменте, умирает от всех причин всего 5 тысяч человек. То есть от наркотиков примерно в 20 раз меньше, чем в России, а в Европе в среднем в 12 раз меньше. Ну, эту фразу я цитирую по крайней мере по двум причинам. Причина первая связана с тем, что меня холод пробрал от сравнения нашей страны с Японией и сравнения численности проживающих в России и численности проживающих в Японии. Если вы себе представите размер японских островов на карте в соотнесении с размерами России, то вы поймете, что вообще говоря, страна, в котором вот в этом самом работоспособном и наиболее перспективном сегменте проживает столько же людей, сколько на буквально каменной скале, которая называется Японскими островами, то вы поймете, что возможно, слова Виктора Петровича, это не только повод для увеличения бюджетов и выделения средств государства на борьбу с наркотиками, сколько огромный и серьезный повод пересмотреть всю нашу антинаркотическую политику, по крайней мере, основные и принципиальные подходы к ней. Потому что нельзя же ведь сказать, что в предыдущие десятилетия мы не боролись с угрозой наркотиков, включая сюда ФСКН, а вот, скажем, Япония и Европа боролась с этим гораздо эффективнее, поскольку трудно, конечно, подсчитать усилия, полицейские операции, но я думаю, что то, что происходит у нас в стране, в этой области, на самом деле, будет вполне сравнимо с той же Японией или с той же Европой. Тогда нам с вами нужно, наконец, почувствовать, в чем заключается разница. И в чем причины потребления, массового потребления молодежи и наркотиков? И я в своей жизни, уже большой достаточно, общался с разными всякими людьми. И вот когда само понятие дизайнерский наркотик, оно только что появилось, а это кокетливое понятие, поскольку, да, это почти дизайнерский наркотик. Мне довелось общаться с одним крупным производителем веществ этого рода, эти вещества давно исчезли с рынка, который полушутку в полусерьез сказал, «Мы занимаемся дизайном чувств. Мы не химические вещества, ветвистые и интересные строем. Мы пытаемся продавать человеку готовые эмоции, готовые чувства». Я хочу сказать, что то, что происходит с дизайнерскими наркотиками, на самом деле с каждым годом все больше и больше напоминает или является пародией на то, что на те процессы, которые текут в официальной фармакологической науке и в психофармакологии в первую очередь. Ну вот я в качестве иллюстрации, поскольку та группа дизайнерских наркотиков или спайсов, любое название, какое ни возьми, некорректно, короче говоря, свежесинтезированных и далеко не всегда наркотических веществ, эта группа все больше и больше становится похожей на разветвленные сети товаров, которые предлагает фармакология вообще и психофармакология в частности. Ну, например, в той классификации, которая весьма и весьма условна, даже стоит это, наверное, отметить и понять, что даже классификации этих веществ толком не существует. Так вот, в этой классификации есть большая группа веществ успокоительных или седативных. Надо сказать, что на первом месте в этой группе описываются на минуточку новые производные алкоголя, то есть этанола, которые, ну, как бы, обладают более мощным опьяняющим эффектом. Кроме того, в эту же группу входит несколько веществ, которые очень напоминают некоторые отечественные противосудорожные препараты. Точнее говоря, являются самопальным развитием некоторых из этих препаратов. Очень многие специалисты относят в эту группу и феназепам, как до сих пор не включенный в списки ни учетного контроля в нашей стране, ни международного контроля, то есть не входя в него, не входит в конвенцию психотропных веществ. И поэтому широко используется в качестве, давайте не будем говорить наркотического, в качестве опьяняющего вещества. В эту же группу входит несколько веществ, которые получены, давайте очень грубо говорить, на основе аминозина, депрессанта и одного из самых страшных нейролептиков, которых больше всего боятся пациенты психиатрической клиники. Я все время вспоминаю еще одну большую группу веществ такого рода. Это группа так называемых пеперозинов. Пеперозин – это химическая основа целого ряда эффективных веществ, которые обладают антиглистной активностью. Короче говоря, это глистогонные препараты. И в сегодняшних наших санитарных условиях, я думаю, что очень сложно будет отнести основную молекулу этих веществ к наркотическим соединениям. Точно так же, как мне думается, что огромное количество моих коллег, врачей, психиатров, психотерапевтов прямо-таки восстанут против того, чтобы объявлять наркотикам последний доступный по простым рецептам транквилизатор, который называется феназепамом. Между прочим, совсем недавно, в связи с исчезновением все большего-большего количества седативных препаратов из аптек, мои коллеги стали между собой разговаривать и рассказывать, что все больше и больше количества взрослых людей, которые по каким-то причинам не могут купить в аптеке успокоительный препарат или антидепрессант, вдруг стали пытаться курить ровно то самое, что молодежь называет спайсами. И если задуматься, то в ситуации экономического кризиса, в котором находится страна, и в ситуации, когда идут так называемые реформы медицины в Москве, а фактически медицина уничтожается, видимо, количество таких случаев приобретения самопальных, антидепрессантов будет стремительно расти. Возникает вообще чрезвычайно сложная и парадоксальная ситуация, которую в действительности предвидеть было совсем несложно. Дело все в том, что в некотором смысле вот эту наркомафию, эту криминальную псевдофармацевтическую индустрию фактически создает индустрия запретительного законотворчества. Ну, посудите сами. Чем более изощренными становятся законы, запрещающие торговлей определенными группами химических веществ, тем более изобретательными становятся производители синтетических наркотиков. Конечно, я мог бы прочесть куда более профессиональную химическую лекцию, но есть у меня тайное подозрение, что как только я начну называть следующие и следующие группы химических веществ, от этого и от всего повеет чем-то вроде пропаганды. И хотя все понимают, что я явно и откровенно настроен против наркотиков и всю жизнь лечу людей от этого пристрастия, но тем не менее возникает некое кольцо, некий замкнутый круг, в котором запрещать все новые и новые химические вещества нельзя, потому что это является провокацией к производству следующих новых и новых веществ. А разрешать их тоже ни в коем случае нельзя, по той простой причине, что травятся и умирают люди. Говорить о них мы толком не умеем, и какой-то идеологической базы у нас нет. Мы на самом деле даже пугать дизайнерскими наркотиками толком не умеем по одной простой причине. Ведь для того, чтобы понять, как новое вещество действует на человека, просто более или менее объективно понять, описать это действие, отравляющее или не отравляющее. Ну, наверное, при максимальных темпах медицинской науки для этого нужно не меньше года. А в течение этого года появится еще десяток новых веществ, кроме тех, которые мы исследовали. С некоторой точки зрения в этот замкнутый круг мы загнали себя сами. Почему? Ну, потому что это не наркоманская, это наша внутренняя идеология. Это мы на сегодняшний день звоним соседке Бабе Мане или знакомому врачу в другой город и спрашиваем, какую бы таблеточку принять. Это мы бегаем за таблетками от депрессии, не понимая ни что такое депрессия, ни степень ее вредности и полезности для человека, как и всякого человеческого чувства. Это мы хотим избавиться от своих страданий, какими бы... Это мы хотим избавиться от самых разных видов своих страданий, не тратя никаких усилий. Ну, принять таблеточку, и все будет хорошо. Наверное, каждая молодежная субкультура, каждое молодое поколение всегда ощущала себя в противостоянии старшему поколению, своим собственным родителям. Ничего удивительного или парадоксального в этом нет. К сожалению, чаще всего это противостояние оказывается тоже поверхностным, не таким уж радикальным. Я хочу сказать, что отцы считали и считают лекарством от всех болезней алкоголя. А дети, подростки считают, что у них есть свои, отличные от родителей лекарства. Хотя стереотип мышления остается абсолютно тем же самым. То есть, они все равно хотят избавиться от того, что они считают своим страданием, как можно более простым путем. Поэтому, видимо, и сам по себе разрыв этого замкнутого круга стоит искать в разнице между российской культурой и японской культурой, в разнице между российской культурой и культурой европейской, разницы в том, как, наверное, мы воспитываем поколение. Поскольку вот эта идея приема таблеточки или рюмки водки при плохом душевном состоянии, она же общая для нас. И по всей видимости, и в Японии, и в Европе существуют какие-то другие, более эффективные способы и менее токсичные для коррекции своих психологических состояний. Если мы этого немедленно не поймем, если мы не поймем, что на самом деле этот человек приобретает наркотик, это человек настолько глуп, что верит продавцам наркотиков, несмотря на все предупреждения взрослых и средств массовой информации. Это наш ребенок абсолютно не знает, как справляться со своим страхом, со своим стрессом, со своей депрессией. Собственно, он не знает этого ровно так же, как не знают этого его родители. И поэтому он ищет везде и всюду психоактивные вещества, которые позволяют вроде бы ненадолго, как говорит и старшее, и младшее поколение, забыться. А дальше все очень просто. Пока есть спрос, в любом случае и всегда, какие бы усилия не предпринимала полиция, предложение возникнет. И возникнет оно абсолютно независимо от того, что будет происходить в официальной аптечной сети. Ну вот, например, один из типичных симптомов реформы здравоохранения. Их много, этих симптомов. В Москве очень разных, и все смертельно опасные. Но на самом деле, несмотря на то, что нас уверяют, что эта реформа имеет отношение исключительно к экономике, она, конечно же, имеет отношение к каждому из нас. Вы, наверное, не удивитесь, если вы знаете, что коллеги-врачи, ну, как бы в общих между коллегами разговорах о здоровье, за последний месяц предложили мне пять разных рецептов всевозможных смесей трав и лекарственных веществ с водкой. Для чего? Ну, для того, чтобы удешевить и сделать более эффективным процесс лечения. Я только удивленно хлопаю глазами. Но на самом деле, это такая абсолютно железная тенденция, потому что мы об этом говорили, и много говорили, но есть абсолютно железная тенденция, которая связана с тем, что у нас любой провал здравоохранения немедленно связывается с интенсификацией пьянства и потребления всевозможных самопальных химических веществ. Так было в 90-х годах, так было во времена Горбачевского сухого закона, так, по всей видимости, будет в Москве и сейчас. Что предлагают мне коллеги, когда говорят, ну, ты знаешь чего, ты возьми вот это и это, и смешай с водкой, и все пройдет. Они, господа, с точки зрения нашего разговора, предлагают мне дизайнерский наркотик. Ну, то есть, не просто некое вещество, да, а вещество, которое с помощью химической реакции смешано с водкой. То есть, вещество, благодаря которому я получу не просто лечебный эффект, связанный с моим, там, соматическим, в данном случае, заболеванием, но и опьянение. И жить мне станет легче и радостнее. Если мы не попытаемся этот свой стереотип мышления каким-то образом менять, то все останется на своих местах. То есть, все равно, как положено, в боевиках и детективах, полицейские и наркоманы будут догонять друг друга. и будут бегать друг за другом, и будут зависеть друг от друга, потому что что делать? Так устроен замкнутый круг. Почему он замкнутый? Давайте посмотрим на это дело с другой стороны. Он замкнутый по той простой причине, что то, за что задерживают распространители наркотиков, и то, что лечат у нас в больницах и в наркологических, и в психиатрических. И это человеческое поведение. Не пугайтесь, пожалуйста, этого слова. Само собой, человека арестовывают за поведение, сажают за поведение. Мы просто не очень понимаем, что и лечат его, так хочется сказать, за поведение, а вовсе не за содержание, которое внутри человека скрывает. За этим содержанием нельзя наблюдать. И поэтому мы отчаянно пытаемся и тратим все усилия и наркологии, и психиатрии, и реабилитационных центров, и наркополиции на то, чтобы контролировать человеческое поведение. И мы все время забываем, и в этом заключается глобальная необходимость изменения взгляда, что за этим поведением стоят какие-то содержания, внутренняя жизнь души, какие-то человеческие смыслы. Они эти смыслы очень часто, как психологическая наука 20 века, я надеюсь, убедительно доказала, эти смыслы очень часто бессознательны. Они не написаны на лице, человек порой не может выразить их словами, но каждый знает, что они в его душе существуют, и попытка свести все, что мы делаем, исключительно контролю за поведением, на самом деле глубоко ошибочна. Мы должны попробовать обратить внимание на внутреннее содержание души человеческой, сказал я с отчаянием голосе. Вольтер когда-то говорил, дело было, как вы помните, в начале 18 века, он говорил про Францию, он говорил, что государство делает слабым недостаток в деньгах, государство делает слабым недостаток в дарованиях и людях. Причем, обратите внимание, перечислял он это именно в таком порядке. Мы с вами пришли к некоторой границе, когда мы испытываем просто мучительный недостаток в людях. Еще немножко, и можно будет смело прекращать говорить о стране Россия, по той простой причине, что если русское население останется в Москве, Санкт-Петербурге, ну, может быть, еще двух, трех, более или менее крупных городах, а все остальные земли будут пустовать, то это все равно будет уже не страной. спасти страну, утверждал Вольтер, могут только дарования, если человеку, если человеческие дарования, дарования, то, что внутри души, то, что скрыто, ценятся в стране, то эти дарования способны, смотрите, ведь это же так, это же просто и очевидно, способны поднять экономику, обработать землю, создать замену вдруг исчезнувшим импортным товарам, организовать собственное производство, и каждый из нас понимает. Более того, мы за последние 20 лет в этом, на мой взгляд, убедились и каждый понимает, дарование развивается в том случае, если мы даруем нашим дарованием хотя бы небольшую свободу и поддержку, если мы умеем их искать, обращать на них внимание, а если мы, причем мы, это общество, я сейчас не про государство, не про ФСКН, если каждый из нас убежден, что смысл жизни сводится к биологическому выживанию, что никакие дарования нам не нужны, что главный принцип не высовывайся, а главный принцип воспитания это жесткий контроль за поведением своих детей, вот это вот наши родители должны контролировать своих детей, а иначе они будут за все отвечать. смотрите, в этом нет никакой лазейки для внутреннего мира, никакой лазейки для того, чтобы дарование развивалось, и для того, чтобы дарование имело возможность творить свою собственную страну. вздыхаю я тяжело и отчаянно, поскольку на этом языке мы разговаривать, в том числе и на языке Вольтера, разговаривать мы не умеем, не хотим, и разговоры эти получаются у нас как-то очень трудно. Гораздо легче появляются разговоры, гораздо легче у нас проходят разговоры о тотальном контроле, о том, что нужно всех расстрелять, посадить в тюрьму. Я хочу спросить и Виктора Петровича, и тех, кто меня совершенно случайно увидит и услышит, может быть вот это вот наше желание ограничить лечиться контролем. Оно и есть причина того, что у нас гибнет не менее 50 тысяч человек ежегодно. Может быть нам немедленно нужно задуматься о том, что можно сделать для этих 50 тысяч молодых человек, чтобы они как-то могли реализовывать собственные дарования и понимать себя. Потому что они вместо этого принимают наркотики. Ведь возраст от 15 до 34 это самое продуктивное время человеческой жизни. В этом возрасте человеку нужно к чему-то приложить свои силы. Весь ужас заключается в том, что если эти силы приложить не к чему, то их приходится убивать. Ну представьте себе, у вас все пышет энергией. вы много знаете, вы имеете через сеть, не будем сегодня говорить отдельно, доступ ко всему миру. Надевать вы это никуда не можете. Ну никуда не можете. Что делать с этими силами? Их надо убивать. вот для этого и существуют дизайнерские наркотики. Они продают не просто чувства наркоторговцев, они продают чувства удовлетворенности собой, то есть чувства удовлетворенности уже сделанным, уже совершенным человеку, который на самом деле ничего не совершил. Это и есть главная психопатологическая функция опьянения. А дальше следует дизайн, дизайн разных форм удовлетворенности. Я хочу понравиться девушке, но зачем мне тратить силы, когда я могу подмешать ей на дискотеке химическое вещество. Я хочу представить себя творцом. Зачем мне действительно становиться творцом? Это больно и трудно. Я могу принять какую-то галлюциногенную композицию. я должен уставать в молодости и особенно должен уставать от физических нагрузок, любви, занятий, разочарований. Если я не устаю, для удовлетворенности мне придется принимать те или иные седативные вещества. Если такие вещества более или менее не будут для меня доступны в аптеке, значит, я буду покупать что-то самопальное. Нет, я, конечно, пусть не каждый житель страны, но из этого простейшего уравнения, о котором я сейчас рассказываю, и рождаются те самые 50 тысяч жертв. как объяснить, что нужно делать? Да, в общем, самое главное это понять, что с контроля поведения необходимо переключаться на воспитание, на воспитание личности, на воспитание дарования. Можно попробовать это объяснить с помощью все той же самой схемы детских страхов, которую я рисовал на предыдущей лекции. А рисовал я ее по отаранку. Лекция эта есть теперь уже в интернете от 18-го 11-го числа, и вы можете ее посмотреть. Я говорил о том, что человека преследует страх смерти и страх жизни. В конечном итоге эти два страха становятся одним. И я говорил, что это связано с тем, что маленькая я чувствовала себя абсолютно удовлетворенным и спокойным, когда находилась внутри матери, в эмбриональном состоянии. В миг родов оно увидело, почувствовало на в миллионы раз большее раздражений, чем те раздражения, которые чувствовал младенец, когда находился внутри матери. И ему стало страшно, потому что в том огромном пространстве, в котором он оказался из крошечного пространства, он пока не знал правил существования. психоаналитики считают, что эти страхи сохраняются у человека на всю жизнь в той или иной степени. На самом деле, вот здесь можно объяснить, что происходит. чем более неопределенным являются социальные законы внешнего мира, чем меньше понятных перспектив для молодого человека, тем выше страх жизни, то есть страх столкновения с реальностью. Но и здесь есть своя проблема. Дело в том, что младенцу внутри матки было хорошо, предположим. Но там не было его я, его просто еще не существовало. Я появилась только после того, как он появился на свет Божий и столкнулся с внешним миром. Поэтому у взрослого человека страх смерти, то есть страх гибели я, страх смерти в психическом смысле этого слова, а не в витальном, соответствует страху перед внутренним миром. Я называю это страхом психической некомпетентности. Неопределенность создаем мы. когда кричим о том, что мы очень любим свою молодежь, поддерживаем ее, но молодой человек не может устроиться на работу, потому что на любую работу требуется человек не меньше, чем с тремя годами стажа, то есть как бы совершенно явно даже не выпускник вуза. Непонятно не только где эти три года стажа взять, взять их можно только по блату. И вот таких неопределенных правил у нас существует, если задуматься, просто колоссальная задача. А все они усиливают страх жизни. что такое страх психической некомпетентности? Это страх самого себя. Дело в том, что огромное количество вещей в нашей жизни обеспечивают наши бессознательные и рациональные содержания. конечно это наше сновидение, конечно это наш навык общения с самим собой, с собственным внутренним пространством. Я хочу сказать, что наши молодые люди не умеют отсутствия навыка получать удовольствие от своих собственных мыслей, от погружения в себя, вот в этот самый внутренний бесконечный простор. Давайте мы пока скажем так, только из этого погружения в действительности может родиться все то, что называется творчеством, потому что его иррациональные корни все равно в бессознательном с этой стороны, с внутренней стороны человеческого мира, а не с внешней. Если это кому-то поможет, я могу объяснить, что в конечном итоге все дизайнерские наркотики можно разбить как бы на две группы. Это будут наркотики от страха самого себя или от страха смерти, или наркотики от внешней неопределенности, или от стресса, любой стресс вызывается, точнее говоря, дистресс вызывается столкновением с внешним миром. И вот здесь можно перечислять до бесконечности, но вот здесь в первую очередь будут появляться седативные наркотики, успокаивающие, снимающие, укол самолюбия от столкновения с внешним миром. А вот здесь будут появляться любые огромное количество веществ, которые заняты преодолением страха перед самим собой. Ну, для примера всем известные искусственные каннабиноиды, собственно говоря, то, что называется спайсами, больше склоняются в сторону веществ, помогающих преодолевать страх неопределенности. Почему? Ну, потому что каннабиноиды, и есть еще одна замечательная группа веществ, которые на самом деле химически сюда вовсе не относятся, их называют условно эмпатогенами, веществами, которые симулируют эмпатию. Так вот, эмпатогены и спайсы, то есть искусственные каннабиноиды, они будут относиться к веществам, помогающим преодолевать страх неопределенности. На примере все того же самого общения я все время говорю, приходит молодой человек в компанию, общаться он не умеет, никто его и этому не учил. Он боится, что его не поймут, он боится незнакомых людей, он боится, что его обидят и не оценят. Если таковыми в компании является большинство, то между ними как бы сами собой возникают вещества, которые создают без всяких усилий со стороны человека иллюзию удовлетворения общения. И время бежит быстрее. не будем сейчас туда погружаться, но галлюциногены, ряд психостимуляторов, то есть те вещества, которые принимают чаще всего наедине с собой. Это та самая история, которая помогает справиться со страхом перед собой. между прочим, интернет и телевидение относятся к наркотикам этого рода. Я вспоминаю, что легендарного теперь философа 19 века Киркегера есть замечательный пример, что аборигены американские, они боялись нападения волков первопоселенцев на американском континенте. И они всю ночь проводили на кухне двумя кастрюлями, потому что звук кастрюль отгонял волков. Почему я сейчас об этом вспоминаю? Да потому что боясь самих себя, собственных сновидений и мыслей, у нас огромное количество детей и взрослых спит с работающим телевизором. Как будто волков отгоняют. На самом деле отгоняют самих себя, потому что боятся, не понимают того, что происходит с их душой. А если я не понимаю, то взрослый скажет давай таблеточку. А молодой человек не пойдет к психиатру, к психотерапевту выписывать рецепт. Он купит что-нибудь общедоступное. Отсюда и самое главное, наверное, можно даже без меня вывести из этих двух групп, разговор о которых напомню, мы начали в предыдущей лекции. Однако, конечно, когда я вспоминаю Виктора Петровича Иванова, я как бы адресуюсь государству. Но в действительности я не уверен, что сегодня к нему имеет смысл адресоваться. Ведь есть огромное количество вещей, которые мы можем сделать сами. Что помогает вообще, простите меня за банальность, что такое, что помогает человеку справиться с чувством неопределенности внешнего мира, страхом перед жизнью, перед внешним миром? Самым широким образом говоря, это образование всегда образование. Плохи дела со школой, ну плохи, но что нам мешает, в конце концов, не так уж велики эти средства, поддерживать современные образовательные усилия самих же молодых людей. Ведь создаются же образовательные клубы, вечера интеллектуальных игр. Большие или нужны деньги, я частные сейчас деньги имею ввиду, для того, чтобы их поддержать, да вообще нет. Вот если мы поймем, что небольшая толика психологических знаний, знания о том, как работает человеческое творчество, знания о том, что важно воображение, знания о том, как в действительности создается искусство, это и есть профилактика наркотиков, вполне достаточно для того, чтобы что-то изменить, ну пусть не в стране, но в отдельно взятом регионе, где вот эти вот многокилометровые пространства пустых земель. Как преодолевается страх перед рациональным, перед самим собой? Нет, далеко не только на кушетке психоаналитика. Страх перед самим собой преодолевается с помощью творчества. Я все время говорю, что обычные творческие уроки в школе, занятия ребенка музыкой, занятия ребенка рисованием, занятия ребенка спортом, это все творческие занятия, в которых дети учатся переживать не только успех, но и поражение. и самое главное, они учатся не бояться себя, а извлекать из глубины души свои собственные возможности. Можем ли мы поддержать творческих людей сами? Можем, конечно. Мы просто не понимаем, может быть, что это и есть борьба с наркотиками, это и есть форма занятости молодого человека и ребенка, который он выпиет. А Ирина Петровна на прошлом семинаре тоже говорила об этом. Но я позволю себе закончить следующие вещи. Кажется, что ничего нельзя посоветовать родителю, ребенок которого не просто курит, но еще и, как правило, перепродает все те же дизайнерские наркотики или спайс. Да еще и плюет в рожу родителям, говоря, я не хочу жить так, как вы, я вот тут в день 30 тысяч зарабатываю, а вы там со своим дерьмом. Я хочу сказать, что это одно из отличий нашей, наших отличий от Европы. Это модель воспитания. Конечно, я не буду туда погружаться посередине лекции, но проблема вся в том, что есть ли человек в спорте, в творческой секции, в конкурсах, которые мы, мы, жители, а не государство, организовываем, поощряем, на выставках творчества молодых, на которые мы ходим, не почему-то, а потому, что это борьба против наркотиков, борьба за Россию. Так вот, если мы всего этого не сделали, а пытались исключительно контролировать, то нам стоит запомнить и попробовать для себя осмыслить то, что написано в любом европейском учебнике наркологии, в методе, в, простите, в методе, в разделе рекомендаций, а там написано всегда только одно оставить без опеки, точка. хотите, называйте употребление дизайнерских наркотиков болезнью, хотите, нет, просто помните, что лекарства от этой болезни существовать не может, нельзя вылечить одну химию с помощью другой химии, только помните, что это болезнь, которая вызывает, которая приводит и которую порождает отсутствие ответственности. Хотите вылечить? Предоставьте жить самому. Это краткая лекция, это общий совет, и каждый в зависимости от своей социальной, семейной, материальной ситуации должен решить, в какой мере им можно воспользоваться. Но усиливая контроль и увеличивая опеку, мы с вами ничего не добьемся по той простой причине, что мне хочется, чтобы вы знали. Кто-то, конечно, торгует, но тем не менее до 70% потребителей наркотиков потребляют их на деньги родителей. Разные, ворованные, выплаканные, полученные якобы взаймы, кредиты, которые они берут в банках, зная, что родители эти кредиты выплатят. Как только родитель понимает только одну вещь, что его главной задачей, если ребенок уже стал наркоманом, является пока не творчество и пока не образование и устройство на работу, хотя это тоже необходимо. Главной задачей является сделать так, чтобы он начал отвечать за свои поступки и зарабатывать сам деньги на свою собственную жизнь и уж на наркотики совершенно точно. если вы сможете это обеспечить, уверяю вас, ситуация очень быстро начнет меняться. я не считаю все это заболеванием, я считаю все это как вы видите психологической проблемой, но я хочу сказать, что можете называть это как угодно, только помните две вещи, это болезнь, от которой люди начинают выздоравливать, когда попадают в неприятности и выздоравливают они от нее только в том случае, если родители, в первую очередь родители, ставят их в ситуацию, когда они вынуждены отвечать сами за себя. Вот и все, что я хотел сегодня сказать. А на следующей лекции мы попробуем поговорить о творчестве, поскольку вот здесь очень много споров и непонимания, поскольку многие наши дети убеждены, что наркотик просто необходим для творчества, давайте я попробую рассказать о том, что такое творчество, а вы поучитесь говорить об этом со своими детьми или с теми пациентами, которых реабилитируете.